Сегодня расскажу вам про две выставки совершенно разные, авторы разные, техники разные. Но я не могу отделаться от ощущения, что где-то я это уже видел и в общем-то как будто это об одном и том же. Начну я вот с этой выставки. Судя по этикетке, эта выставка знаменитого Артемия Лебедева на самом деле нет. Артемия Лебедева оказывается есть два, ну рок-группы Нирвана тоже две, но их слушатели словно с разных планет, они никак в жизни даже не пересекались и вы про вторую группу Нирвана даже наверное не знаете. Вот и про второго Артемия Лебедева вы тоже наверняка мало что знаете. Это очень амбициозный молодой человек, который начал карьеру в сфере вот в общем-то дизайна. Давайте забудем о том, что это тоже Артемий Лебедев, этот моложе старшего значительно. Он родился в 1996 году. Это то искусство, которое рождается в светелке молодого человека при помощи компьютера. Начинал он с каких-то экспериментов с электронной музыкой. Наигравшись с этим он подумал, а если так здорово со звуком получается. Крутанул бегунок там, покрутил что-то, звук изменился. То же самое можно же делать с изображением. И вот Артемий Лебедев начал эксперименты с 3D, затем перешел к анимированию своих работ. До этого его успехи были связаны вот скорее с каким-то прикладным применением этого всего. Он делал задники там для электронных музыкантов, работал в сфере того, что называется визуальная коммуникация, то есть рекламой. Это первое самостоятельное художественное высказывание. Едва-едва работ хватило на то, чтобы заполнить зал. Их немного. Все сделано на моднейшем, мощнейшем железе. То, что автор постулирует в небольшом эссе к этому проекту, у меня никак не мэтчится. Вот тоже, кстати, новое слово – мэтчится. С визуальным рядом, который я здесь наблюдаю. По мне здесь разные, в общем-то, гуманоиды, которые медленно обрастают какой-то шерстью, цветами, мхом, у которых из головы вот так вот кристаллы начинают расти, которые, в общем-то, в каком-то холодном таком небытие парят. На этой выставке нет ничего такого тепленького, человеческого. Такая, в общем-то, холодная цифровая эстетика. Искусственно смоделированный мир, где, в общем-то, фотография, которая как-то бы отсылала нас к действительности в основе этого мира не лежит. При том, что это вроде бы новейшее цифровое искусство, корнями-то оно уходит, наверное, в барокко. Все эти образы – это аллегории эмоций. На Артемия Лебедева повлияла популярная психология. Все эмоции хороши и важны. Парни могут плакать, не возбраняется. Каждая эмоция – это необходимый опыт, который нужно пережить. Давайте вот посмотрим, можем ли мы отличить одну эмоцию от другой, вглядываясь вот в эти лица. Когда я общался с автором, честно говорил ему, я не понимаю, что ты делаешь. Вообще чудо не эстетика. В чем это все? Что это за цветы из головы? Как это может быть выражением, не знаю, какой-то сильной эмоции? Здесь просто персонаж в каком-то анабиозе. Он мне спросил, а какие у тебя проблемы с цветами? Что цветы некрасиво? Что блинки – это может быть некрасиво для тебя? Может быть, вот это вот имитирующее стекло, фактура некрасивая, переливающаяся? Это вопрос действительно о восприятии прекрасного. Кому-то, в общем-то, эти лица, которые где-то треснувшие, поврежденные, где-то штопанные золотой ниткой, покажутся привлекательными. Но так или иначе, это аллегория вот какого-то такого современного человека, который глубоко в себе эмоционально созрел. Тоже очень модное понятие «эмоциональная зрелость», когда ты отдаешь себе отчет в том, что ты переживаешь и свои эмоции способен распознать. Что мы имеем? Ровно то же, чем занимались какие-то барочные живописцы. Интересные световые эффекты, аллегорический язык и, по сути, это так близко к какому-нибудь такому психологическому портрету живописному. Буквально в двух шагах от выставки Артемия Лебедева, выставка бельгийца Йонаса Лериша. Человек из мира глянца, положивший на это немало лет, овладевший премудростями студийной съемки. Сегодня он живет и работает в Нью-Йорке. Выставка очень красивая, вся блестящая, на ней полно таких замечательных, красивых персонажей с интереснейшими тоже какими-то фактурами. Ловишь себя на том, что перед нами не совсем-то и люди, что-то неживое или полуживое. Вот этот персонаж вроде бы всем хорош, но у него уже нос валился. Так здесь с каждой моделью, которую не поскреби. У кого-то змей из волос, у кого-то тело как-то странно модифицировано какими-то дополнительными скелетами и носителями. Это, так или иначе, нужно думать в фантазии на тему человека будущего, симбиоза с природой, с технологиями. С одной стороны, это сфера, которая принадлежит научной фантастике, а с другой стороны, это вполне себе сегодняшний мир, где татуировка на лице у поп-звезды является какой-то нормой жизни. Человек сам по себе не венец творения. У него в кишках, например, живет микробиота или мозг человеку что-то диктует. Это все человек готов в себя впустить, принять, возможно отказаться от свободной воли, бессмертной души христианской. Выставка позволяет поразмышлять на эту тему и посмотреть, какие бывают химерические сущности. Немножко о том, как это сделано. На выставке представлено очень интересное видео с продакшеном. И то, что Артемий Лебедев рисует вручную, там долго-долго настраивая, этот художник делает в компании японских гримеров, которые при помощи сотен кисточек какого-то декора создают вот этих вот моделей. Все это, в общем-то, сделано вручную, аналогово. И особенно здесь хороша серия девушек тоже с валившимися носами, тоже на треснутых, расколотых. Обыгрывается вот эта вот японская традиция штопкой, золотой нитью чего-то разбитого. Так работают с керамикой японцы. Как видите, здесь два художника с довольно специфическими представлениями о прекрасном. Они показывают нам портрет человека, портрет, может быть, современника, либо человека из недалекого будущего. И мы видим, что этот человек не жив, не мертв, с нашей точки зрения травмирован, вот, но как будто бы чувствует себя вполне органично в симбиозе с бабочками или другими мерзкими насекомыми, гадами, змеями в волосах, золотыми нитями в теле и, в общем-то, прочими новшествами.